СТОГОЛЬМА 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 Принимай на память. Господин Томанцев, каковы ваши шансы в предстоящем матче? Полагаю, не меньше, чем у наших соперников по финалу. Вы считаете, что это будет большой футбол? Для меня каждая игра моей команды большой футбол. Если вы проиграете, как это отразится на вашей судьбе? Решается судьба Кубка, а не моя судьба. Секвейшн оу-зе-капс фьючер, not майн. О, ви так идеалист. Мистер Томанцев, имя ве Совет Юнион, вер из-э, ну, профессионал спорта. Господин Томанцев, в Советском Союзе нет профессионального спорта. Разве вы не профессионал? Быть здоровым, ловким, смело – это не профессия. Учить этому – профессия. Я профессионал. Как вы оцениваете организацию сегодняшнего матча? Матч организован прекрасно. The organization has been just wonderful. But would you have said that if you'd lost? Вы бы говорили так, если бы проиграли матч? Говорил бы. Только другим тоном. I would, but in a different tone. Мистер Томанцев, the player number 11, Сергей Томанцев. Господин Томанцев, ты был в одном романтике с Сергей Томанцевым? Это ваш однофамилиец? Это мой сын. Yes, it's my son. О, вы имеете хороший наследник. Как господин Бергер относится к тому, что в финал ему придется играть в России? Предпочел бы у нас. Надеюсь, нам не придется ссылаться на русские морозы, как говорил Наполеон. Я не беру погоды, но думаю, что нам с вами будет жарко. I can't predict the weather, but I think it will be hot enough for both of us. Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention. And let's consider that our press conference is over. Thank you. Мистер Томанцев, пожалуйста. Нам кажется, по пути. О, да, отель Палас. Ави Андреевс вспоминать, как мы играли в Хамбург. Да, против. Ну как же, клуб Ганза, 37-й год. Помню. А в Гаври в 38-м году вы уже выступали за французов. Так-так, потом я сам слышал. Ленинград. 42-й год. КОМНАЛ. Андрюха! Назад! А где мама? Постой-ка, я сейчас. Не уходи! Не бойся, я вернусь. Не уходи! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Ну, как узнал? Живых там никого не осталось. Кто с голоду, а кто сегодня, когда шарахнуло. Заявить полагается в приёмник. Да я уж собирался это вести, а он как уцепится, понимаешь. Прижался, но я и не пошёл. Ну, а дальше как? Может, к моим в Уфу переправим? У меня и так война всех поотнимала. Тебя как зовут-то, малый? Серёжа. Серёжа. А фамилия как? Серёжа. Моя у него будет фамилия. Понял? Моя. Держи. Затаманцевых. Ну вот, на закуску посмотри. Ленинград, город мёртвых. Наступление на Ленинград приостановлено из-за заражения воздуха, вызванного гниением трупов. Немецкое командование не хочет, чтобы солдаты Райха умирали от болезни. Оправдывают провал осеннего наступления. Город мёртвых. Заголовок отгрохали. Весь передний край забросали, товарищ генерал. В районе Пулкова прихватил. У старшего лейтенанта предложение есть. Разрешите доложить? Ну-ну. Фашисты нас хотят покойниками объявить. Предлагаю футбольный матч провести. Как и в мирное время. 2 мая. Начало сезона. Погодите, погодите. А я вас сразу-то и не узнал. Таманцев? Так точно, товарищ генерал. Футбольный сезон, говоришь? Только что вы первый трамвай пустили. А теперь футбол. Народ порадуется. Живём. А хватит ли, милый селёнок? Нелегко, конечно, товарищ генерал. Но попробовать можно. Ну что ж, я за. Доложу военному совету. Как рука? Так не в волейбол же играть. Что с мальчонкой, да? А как приёмник отвёл? На себя записал. Знаешь, Кешка, смешно сказать, беречься стал. Как-никак ответственность. Папаша. Значит, два тайма без перерыва и по полчаса, только воротами смеетесь. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ Камутаев. Я к вам от командования интересуется самочувствием, настроением. Всё в порядке, товарищ капитан. Ну а команды? Значит, так могу и доложить. Андрюша, ты же понимаешь, что командование вызывает, запрашивает, как что, так что ты меня не подведи. Пора. Желаю успеха. Спасибо. Иван Гаритонович! Ура! Здорово, старик! Гаритонович! Эй, Гаритонович, поясок оттяни! И они потеряли! В команде Балтика, физкульт! Привет! В команде Заря, физкульт! Привет! Убирай. Ты что, Харитонович? Я думал, что еще зимой помру, а вот выбирай ворота. Пошли. Живой еще разок поболею. Может, последний, а поболею. Здравствуйте. Сидите, сидите. Сидите! Врем, гад? Теперь не сдохну. Еще сто лет жить буду. Гол! 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 На, подкрепись. Болеть здоровше будешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты чего, Кеша? Ой, Андрюха, ноги словно валенках. Давай, давай. Главное, не останавливайся. Датянем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Говорит Ленинград! Наш микрофон установлен на одном из ленинградских стадионов! КОНЕЦ 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 Да, это был репортаж Стофосфета. Ну, merci. До встречи, Ленинград. Теперь просим. КОНЕЦ Андрей Павлович, пора. КОНЕЦ Андрей Павлович, пора. КОНЕЦ Господин Мальков, вас просит немедленно пройти к самолету при Стокхольм, Москва. КОНЕЦ 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 Павлович волнуется. О, бежит. Вот так всегда. Явился? Хорош. Опять всем ребятам нервный стрепал. Молодец. Ну, а насчет Стокгольма, Макар Васильевич, инцидент здорово раздут. После матча, вы же знаете, как я играл. Ну, да. Пришли наши же ребята. Старплес. Советские соскучились. Посидели, выпили. За советский спорт, за родину. Ну, относительно этого Кося я уже в курсе. Я вот о чем. Что, собственно, случилось? С кем не бывает. Ну, Атаманцев вспомнил меня Одессу, Брюссель. Судья там придрался, вы же помните. А Безмалькова-то что, баранг? Да, ситуация. Вы как председатель нашего общества, Заря, я думаю... Ты вот что, через недельку звякни мне, а мы за это время кое-кого образуем. Ребята, вы бьете очень сильно, а надо точнее. Неправильно расположен корпус. Андрей Павлович, утвержден срок встречи с рифами. 15 июля. Зайди, проинформирую. Сейчас. Предстоящий, значит, матч с рифами имеет... Вы запишите. Это событие, к которому приковано, так сказать, внимание не только нашей советской общественности, но и всей мировой. Ну и... Ну, это, конечно, не для печати. Матч этот имеет принципиально политическое значение. Ну, приветствую вас. А состав назвать можете? Деньков, через пять загляните, проинформирую. Привет в редакции. Ребята, красные, очень много потерь мяча. Белые больше, больше перемещаться. Смена ворот. Толя, ты за кого играешь? За красных? А пас отдаешь белым. Отец, мне пора в институт. Разреши. Ты занимаешься Комарова у него и спрашивай. Ну что ж, совмещения не вижу. Извините, опоздал. А вы, голубчик, опаздываете шесть лет подряд. Ваш эксперимент несколько, так сказать, затянулся. Настала пора решать. Или ногами, или головой. А совмещения не вижу. Да-да, не вижу совмещения. Результатов вашей дипломной работы ждут на заводе. Отступать уже поздно. Иначе вы можете оказаться в этом в офсайде. Я, кажется, правильно употребил термин из вашего футбольного лексикона. Честенки. Реши все, что тебе дороже. Я уже неоднократно слышал это от профессора. Физика или футбол, голова или ноги. Ну ты пойми, я не могу жить без футбола, не могу. А без меня? Скажи, пожалуйста, тебе еще не надоело меня мучить? А тебе? Ну что ты? Вы с профессором забыли, что есть еще сердце, которое целиком принадлежит тебе. Ну ты можешь говорить хоть раз серьезно. Дорогие товарищи, тут было много нужных и полезных для нас выступлений. Но хотелось бы побольше критики. Побольше. Прошу. Со своей стороны могу еще добавить. Неладно с нашей командой. Мы за нее болеем, можно сказать, всеми своими сердцами. А что получается? Шахтером играли. 2-1 в их пользу. С кутоистами обратно 2-0 не в нашу честь. Я пугать не собираюсь, но положение это угрожающее. А ты нас не стращай, не стращай. Да я не стращаю. Я сам на ночь валерьянку пить стал. Валерьянку это ничего. Другие покрепче принимают. Считай эти намеки не к месту. Я ведь серьезно говорю. Смелее надо молодых в состав вводить. У нас в институте все-таки полегче. Не все учат. Так в футболе же каждый профессор. Дорогие товарищи, мы вам очень благодарны за внимание и за добрые советы, и за критику. Все, что надо, учтем. Меньше экспериментировать надо. И к советам болельщиков прислушивайтесь. Вот тут уж позвольте нам самим решать, к чему прислушиваться. А что, извините, иной раз и мимо ушей пропустить? Некоторых беспокоят очки. Нас волнует команда. А очки? Очки будут. Мы будем продолжать поиски лучших вариантов. Постараемся вас не огорчать. Все шесть лет учения вашего сына в институте прошли под знаком регулярных освобождений в основу футбола. На роскошных бланках комитета физкультуры мне пытались разъяснить, что футбол важнее всего на свете. Да, кстати, каков критический возраст футболиста? 29-30. Ну вот видите, прошу. Стало быть, Сергею осталось всего 3-4 года. Так зачем же ему доходить в футболе до полного износа, а потом начинать с ОЗО в новой области? А вы знаете, что самое неожиданное открытие в науке люди совершают как раз в возрасте футболистов? Адриан Лаврентьевич, я ведь сам постоянно думаю, кем они станут завтра. Рано или поздно они уходят от меня. Что касается Сергея, футболист он, честное слово, редкий. Это я как тренер говорю. Сейчас он команде необходим. Ну поверьте мне, я человек нормальный. В молодости сам любил спорт. Говорят, даже не дурно в крокет играл. Да-да, с одного молотка всю площадку проходил. Но меня очень волнует судьба Сергея. Его будущее. Когда спортсмен перестает играть и уходит с поля, он оставляет на поле бутсы, мяч, футболку. Все хорошее, что воспитано в нем спортом, он берет с собой. Ну что ж, столкнусь опять. Отсрочка во славу футбола. Не надо мне никаких отсрочек. Я прошу тебя, перестань ты ходить к Вохрамову. Ну вот что. Настало время тебе подумать. Тренируешься в полную силу или... В общем, подумай хорошенько. Собой всегда доволен был тот парень крайне. И по воротам точно бил тот правый крайне. Но вот однажды все забыл, он от чего-то. И так же точно гол забил в свои ворота. На этом кончилась тогда его карьера. Вы не берите никогда с него примера. Пусть на табло некрупный счет. И даже крупный неудержимо жизнь течет. А мяч он круглый. Мы остаемся иногда... Интересно, как будем играть? Серега Таманцев в науку ушел. Братарь у нас по семейной линии удалился. Саш, как дочка-то? Дочка? Хорошо. Достигла твоего интеллектуального уровня. Беда вот, что у нас весь состав на этом уровне. Ну ладно, ребят, хватит. Пал с них ужина знает, кому играть, а кому шах. Блуждающий тренер. Хитро закручено. Да, даже слишком. Ты все смеешься, вот послушай. До сих пор мы знали, что иногда в нападение вводится блуждающий форвард, чтобы дезориентировать противника. А товарищ Таманцев заслужил звание блуждающего тренера. Бесконечные эксперименты, перестановка игроков привели к тому, что... В общем, ты знаешь, к чему привели. И вот еще, подожди, сейчас. А, вот. Вопреки голосу общественности, отчистен один из лучших нападающих. Мальков. И это перед ответственным матчем на Кубок Северных морей. Мы не можем молчать. Да слышал я все это сто раз. И кто пишет, знает. Ну. Что ты от меня хочешь, говори прямо. Скажу. Скажу. Все это может тебе плохо обойтись. Ведь понимаешь что? Если что случится, второго тренера я всегда отстоять смогу. А вот тебя... Вот сейчас я подожду. Да. Нет. Пропуска отменены. Ебронь снята. Да. Пожалуйста. Ты видишь, что творится? Народ-то как за нас болеет. А ты прислушаться не хочешь. Эх, Андрюша, Андрюша. Поспешил ты с Мальковым? Ну, поспешил, признайся. Так сразу парня и отчислил. Таким, как Мальков, в спорте не место. Ну, а зачем же так? С кем не бывает? Слушай, Андрюша, есть такое мнение. Понимаешь, команда пусть попросит, Малькова можно вернуть. Федерация поддерживает. Нет, этого не будет. А я тебе говорю, что это будет. Пока я тренер, этого не будет. Пока я тренер, этого не будет. А я, знаешь, шел. Дай, думаю, загляну. Обедал? Нет, еще не успел. Ну и ладно. Ты свой телевизор досматривай, а я тут похозяйствую. А где у тебя соль? Соль где у тебя? На столе. Знаешь, Андрюха, не принимай ты это так близко к сердцу. У нас с тобой еще не такое бывало. Здравствуй, Экин. Здравствуй. Поздравляю тебя, бать. Сегодня в институте подготовили приказ о моей отсрочке. Ну, заварил ты кашу. Характер-то у него твой. Слушай, Андрюха, только не кидаешься сразу. Может быть, все-таки поставишь Малькова. Кубок ведь риск. Знакомая песенка. Слова твои, музыка хамутаила. Я же добра хочу. Ни мне, ни команде такого добра не надо. Если я человеку должен в жизни верить, тогда и на поле поверю. В Брюсселе на игру явился, язык за ноги заплетался. Вспомни Одессу. Нахамил судье, второй тайм в десятерон играли. А Стокгольм столько раз прощали. Не верю на него. Не могу верить. Кончено будет. Ты извини меня, бать. Я только сейчас эту чепуху увидел. Что ж, ты опять будешь молчать? Мы завтра с ребятами опровержение напишем. Опровергать надо на поле, Сережа. Братцы. Есть серьезный мужской разговор. Может мне выйти? Ну зачем? Нет, ребят, серьезно. Вы знаете, мне надо на это время, в общем. Картина ясна, и увы знакомы. Перебирается на базу. Ну, с условием. Пьем из кубка. Ну, ребята. Ладно. Вытри слезы умиления. Можешь на прощание облабызать даме ручку. Ну, тиши на базу. Схемы мы отрегулируем без тебя. Нет, ребят, честное слово, у вас есть что-то человеческое. Да, уж там болельщики щекут не ста. Федерации пленку прислала, чтобы познакомить нас с соперником. Да, здоровые черти. Защита в глухую пломбирует. А распечатать нужно. Давайте разберемся, ребят. Вы давно с ним? О, четыре года. Вы были в Швейцарии? О, да-да, был. В Швейцарии был два года. И в Люксембурге один, два, три сезона. У нас, тренер, есть мода, как пальто. Раньше так, футбол, есть искусство комбинации. Раньше форвард художник, тактик. Сейчас форвард-агрессор. Раньше выиграл кто умный, сейчас кто больше силы. Новый, мода, надо менять тренер. Да. Пальто переменить нетрудно. А вот команду... Ну, почему вы такой идеалист, Андре? Это не я меняю команду. Это команда меняет меня. И не устали вы вот так всю жизнь? Все это сложно, Андре. Газеты каждый день кого-нибудь прорабатывают. Пойми ты, балда, Андрей Павлович, не кто-нибудь, это ты и он, все мы. Да не делайте вы из Павловича святого. Славка, а кто из тебя игрока сделал? Забыл? Так вот, если бы не Таманцев, так и сидел бы ты в классе Б. Вот именно. Только на ноги поставили, еще качаешься, а уже... Да ладно, чего навалились? Да ладно, чего навалились? А теперь, когда вы все спите, я могу говорить все, что мне вздумается. Вы, ребята, хорошие футболисты, но плохие дипломаты. Однако, раз вы решили, что я ничего не должен знать о ваших волнениях, ладно, ничего знать не буду. Звонили из Москвы, из Федерации. Очень их и растревожила статья. Собирались приехать? Я попросил не приезжать. Думаю, что разберемся сами. А о Малькове не сожалеть. Футболист он хороший, но товарищ плохой. А в вас я верю. Можете выиграть, что бы там ни говорили, ни писали. Ну что ж, Разрешите ваше молчание и считайте аплодисментами. Спокойной ночи. Кто не спит? Я девчонка заканчиваю. Я тебя и ночью не спрячусь. Ну, ночью-то я из вас самый зрячий. Спи. Толя, носок. Носок тяни. И ближе опорную ногу. Давай. Сергей. Отлично. А ну, еще раз. Денкера. Возьми на заметку. Дяденька, киньте шарик. С positivity. С Lyn. Спи. Субтитры сделал Dima. Девчонки. 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 Теппо, Теппо! Пожалуйста. Благодарю. Долго эта бодяга будет продолжаться? Где Мотя? Где Стасик? Где, все забываю, как зовут эту, у которой день рождения? Женя. Курите? Спасибо. Ой, австрийская. Мы кого-нибудь ждем? А все-таки, Женя, мы молодцы. В основном справились, а? Ну, не ах как. Еще бы недельку посидеть над регулировкой, и на душе было бы спокойнее. Открыть? Нет, подожди, я сама. Порежь лук. Пижон, кого ты приволок? А что, тебе не нравится? Ты хоть давно с ней знаком-то? Да. Уже час, тринадцать минут чистого времени. Как-то я отрекомендовался. Заместителем директора комиссионного магазина. Подействовала, как выстрел в упор. Мальчики, наш профессор истинный джентльмен. Прислал поздравительную телеграмму из Лондона. Так, завтра прилетает. Всем привет. Держи. Мерси, мерси. Подожди. Неделька-то улыбнулась. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты знаешь, я в самоволке, и у меня катастрофически мало времени. Привет. Здравствуйте. Насчет времени у нас тоже. Старик поторопился с возвращением. Там лазочка на столе, да? Да, ты знаешь, что о чем мы с тобой говорили, помнишь? По-моему, я нашел правильное решение и меняет всю схему в корне. Взгляни-ка. А наука знает множество одновременных открытий в разных концах земли. Матвей! Смотри. А у меня совершенно иной вывод. Так, посмотри. Взгляни. Взгляни. Серега, тебе не кажется, что у тебя все удивительно вовремя? Ребята, ну можно без футбольной лихорадки? Ты посмотри. Сейчас разберемся. Братцы, это редкий случай массовой гениальности, а? А мне кажется, Сережкин вариант несколько усложнен. Зато полное саморегулирование при всех режимах. Но это еще надо проверить на аналоге. Аналог аналогом, я вам сейчас докажу. Кстати, смотри. Обалдеть можно. Хоть бы музыку поставили, что ли. К предстоящему футбольному матчу на Кубок Северных морей. Тренер команды Рифа Артур Бергер, широко известный как изобретатель оборонительной схемы Тройной замок, заявил корреспондентам иностранных газет, что в матче с русскими его команда будет придерживаться новой тактики, и что у него есть серьезные основания надеяться на успех в Ленинграде. Субтитры создавал DimaTorzok Такси! Такси! Всё, теперь до четырёх. Караван с Волгобалта гонит. А вы, извиняюсь, не из зари, не Таманцев будете? Таманцев. Здорово. Ну а как завтра сыграть, думаете? Сыграть? Сыграть. Ты понимаешь, мне сейчас, как космонавту, спать положено. Слушай, друг, а ты давай спи. Я вот только за уголок заеду и дай. Мост сведут, я тебя отвезу. Порядок. Я ж зазарю, знаешь, как болеет. Хе-хе. О! На плащик-то, укройся. Спасибо. А у нас во дворе и девчонка одна Среди жёлых подруг неприметна одна Среди жёлых подруг неприметна одна И я гляжу им вслед Ничего мне нет А я всё гляжу Я тебе погляжу Ну, поспал хоть немного? Поспал Выпивал? Ну что вы, Савельич Не хватает нам ещё, чтобы Хомутаев узнал Узнает, батя пропишет Он, как пропечатали его, злой стал Хочешь, не хочешь, Андрей Павлович А Серёгу ставить придётся Нет Не выдержит Ночью даст себя знать Все расчёты поломает Да и команда что скажет А если проиграем? Ты чего боишься? Что нам могут дать по шапке? Могут И с работы могут снять Могут, всё могут Сейчас очень модно Снимать тренеров Хомутаев тот просто будет в восторге Кеша, ты чего молчишь? Я бы Сергея поставил Отец Можно два слова? Не о чем говорить Ну что ты ему рот затыкаешь Ты знаешь Бывает в жизни, когда нужно человеку взять и поверить Просто так Взять и поверить Бывает в жизни, когда Кроме всего прочего, ты мне сын У меня с тебя спрос особый Иди Лучше бы я его тогда к своим в Уфу отправил Играть будет Стародуб Но мне придётся подыскивать себе работу Привет, Заря Навстрич Здорово, ты откуда? Невольно к этим берегам Меня влечёт неведомая сила Сыграем? Сыграем Я слышал, у вас ЧП Говорят, один нападающий Явился в пять часов утра на базу А Малькова Тогда Раз И будьте здоровы Вот что значит родственные Слушай, ты, любимец публики Как дышится? Нормально Саша, как дочка? Порядок, Андрей Павлович Два зуба прорезались Сегодня мы вышли на последнюю прямую Ещё раз напоминаю Рифы одна из сильнейших команд Европы В обороне выделяются рамки Играет левого защитника Плотно, жёстко, хитро По нападению особенно опасны Шмидт и Дикс У Дикса сильный удар с обеих ног Может пробить неожиданно с любого положения Шмидт отлично играет головой Учтите, вся линия нападения Играет очень маневренно Используя длинный пас И выходы по прямой на ворота Нападающие полузащитники Бьют по воротам При малейшей возможности Мы не будем их сразу разубеждать Построим игру так же, как в Стокгольме 4-3-3 В обороне Шесть человек Четырём защитникам Оказывает помощь два полузащитника Зараев и Ваташкин И вы же Обеспечиваете постоянную борьбу В центре поля На вас влашется предельная нагрузка Впереди у нас будут трое Колесов, Крутилин, Раздольский Понятно? Роль оттянутого нападающего Будет выполнять Стародуб Да, ты, Толя Ты встанешь, как вы в полузащиту Примерно так Задача перед тобой ставится Ответственная И довольно сложная А когда рифы Примут наш план Ты начнёшь играть С двойным центром Скрутилиным И с крайним нападающим Колесом В зависимости от игровой обстановки А теперь о защите Пора на выход Капитан Трибуны словно океан У громкий поля Людской прибой И мы выходим На честный бой У двора Отличная игра Ребята Ни пуха Ни пират По сулой Точнее Капитан Защита Ходит По пятам Но видим Что мы Хороший Дом Что проживаем Любовь Безон У двор Он больше Чем игра Ребята Ни пуха Ни пират Через несколько минут Начнется финальный матч На Кубах Северных морей В результате длительной борьбы На стадионах Лондона Гамбурга Копенгагена И Стокгольма В финал вышли Одна из сильнейших в Европе Команда клуба Рифы Нордгапен И Заря Ленинград Прошу Привет Ребята А где старший тренер Вон здесь Позови Самочувствие как Нормально Каково значение Сегодняшней игры Прогреш категорически Исключается Народ нам этого не просит Макар Васильевич Там вас просят Товарищи из Москвы Иду Иду Ну добро Иван Иванович Выпил цветы А кто там Да это я так Чтоб не задерживался Господин Бергер Состав Зари Что такое Они не поставили Таманцева Кто этот Стародуб 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 Ага 19 лет Рос 175 Вес 67 Играл в команде города Сланцы И это все Сланцы Сток Сити Стадреймс Севилья Спартак Сланцев в нашем списке нет Иди Тайное оружие Или у русских что-то скреслось Внимание Все остается по-старому Я на тебя надеюсь Старик Ну рыба Смотри Чтоб тебе сегодня в сетку Самы не заплыли Имею ввиду Тут не меньше двух тысяч С твоего оптического А уж они точно слегка Зараев Я твоей теще билет достал Не осложняю свою семейную жизнь Ну что, Толя Боюсь, Андрей Павлович Боюсь, такая игра Ничего, все будет хорошо Не волнуйся Пора Да Бутусов в твои годы Уже за сборную играл Все Ну, ребята Давайте не огорчать людей Которые желают нам счастья Пошли Добрый час Капитан команды Владимир Крутилин Старший тренер Заслуженный мастер спорта Заслуженный тренер Советского Союза Андрей Павлович Томанцев Судит матч Судья международной категории Роже Берри Франция Ты слышал? Серегу-то не поставили? Ерунда какая-то Внимание 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 Говорит и показывает Ленинград Говорит и показывает Ленинград Стадион имени Сергея Мироновича Кирова Финальный матч на Кубок Северных морей Играют команды Рифы, Нордгафен, Заря, Ленинград Прошу Обратите внимание на этого футболиста Это Дикс номер 9 Это вам, пожалуйста Дикс и Шмидт Да, это очень опасные форварды Немало вратарей европейских команд Страдало от ударов этих нападающих Рифы пошли в атаку Они играют через Шмидта Через двойный центр Шмидт Дикс Передачи Стародубу нет С ним все время рамки Это очень точный и силовой футболист Прошел в стогу Раз, два, три Кубок будет узарить Раз, два, три Кубок будет узарить Риф, ау, риф, ау, риф, ау Тройной замок Тройной замок Артура Бергера Это новинка в футбольной обороне А нельзя ли подобрать к этой новинке ключ Ведь были известны оборонительные схемы Карла Раппана, швейцарца Двойной замок Ложская защепка нашей команды Крылья Советов-Куйбышев А тут тройной замок Да, все время в обороне у команды Рифы Шесть-семь футболистов, а то и восемь Трудно пробить эту оборону Но все-таки надо попытаться Хороша защита О, пух У штаман-то забил бы Точнее Раздольскому Очень хорошо И вперед, ребята Вот там свободен Колесов Увидит его, увидел Надо давать удар Какой неожиданный гол Смотри-ка А наш новичок из дубля соображает А что стряслось с Сергеем, а? И снова шесть человек на пути наших нападающих Но так играть нельзя Штрафной удар Колесов будет бить Рамки, рамки Это же неэтично По-футбольному неэтично Молодой Стародуб Бьется вперед Хорошо ставил мяч Колесов Колесов не понял Стародуба Мячи отдать не можешь Лапач Не заводись, Колесо Все нормально, Толя Рифы прижаты к воротам Один ноль ведут наши, напоминаю Пойдет тридцать первая минута первого тайма Удар Стогов Отпускает Ой, опасно Да, такой момент Чуть-чуть не было ответного мяча Стогов тоже нервничает Конечно, финальный матч Финальный матч на кубок Север-Тамари Какой просчет Зараева Прозевал Шмидта Зараев Я же говорил, что эту восьмерку Нужно стеречь и стеречь Очень опасный нападающий Ну что вы Один-один Да, и вся борьба еще впереди И почему же не играет Сергей Таманцев? Послушайте У него, оказывается, не только ноги, но и голова на месте Недаром я мыкался с ним шесть лет Я хочу поздравить Таманцева с этим решением Да, напомните его телефон Андреан Лаврентьевич, его нет дома А где же он? Вон так Не понимаю Можно? Пожалуйста Арифы снова рвутся вперед Ну, где он тут, ваше? Незаменимый Видимо, по замыслу тренера Он сегодня играет оттянутого нападающего И помогает обороне На месте Стогов Вперед Стародубу Теперь можно переходить по Таху Пошли, пошли, вот это тоже Если не ошибаюсь Нашего факультета Толя Стародуб, первокурсник наш А до конца первого тайма остаются считанные минуты Что ж все-таки с Сергеем? Что это вы все раскислили? Ничего страшного не произошло Теперь мы их знаем, а впереди еще пол игры Марк Ошибся, понял? Вот, Шмид тебя и наказал Толя, много играешь сзади Старайтесь передавать мяч за спину защитников и как можно быстрее Их вратарь не очень уверенно играет вверху Выпускает мяч, это надо использовать Повнимательнее Собраннее Пожалуйста, поточнее И темп, темп держать Они его не очень любят Все будет хорошо Отдыхайте Звонили из клуба Сам президент Просил передать Если кубок наш По три тысячи долларов каждому В противном случае ничего Подумайте обо мне Что вы деликатничаете Русские играют очень корректно У них свой стиль, а мы предлагаем свой А с тобой дома поговорим Я вижу, ты в гостях разнежился Рамка Возьми правого края И темп, темп сбивайте Не забудь прессинг, Карл Почему не играет ваш сила? Отдыхает Этот мальчик номер девять Очень хорош Поздравляю Благодарю Ваши играют превосходно Особенно Шмидт и Рамки О, немножко так научал Итак, второй тайм Напоминаю, счет 1-1 И сразу же зря бросилась в атаку Очень напряженный, типично кубковый матч Эти встречи всегда отличаются особой борьбой Здесь нельзя проигрывать Проигравший покидает поле сражения Лишается права бороться за кубок А ведь сегодня последний финальный матч Придача налево Штанга Штанга Штрафной? Что, что? Штрафной Пойди-ка сюда Что на поле? Штрафной бьют Господин судья, да уберите вы его, пожалуйста Финни Игра становится резкой Как говорится, на грани правил Жив? А зверей ли они? Поаккуратнее, Толя Кто же будет бить штрафной? Стародуб? Нет, Крутинин, капитан команды Не успел Раздольский к мячу И вот белые майки Рифов рванулись вперед Колесов набирает мяч Обводит одного игрока Второго Рамки бросается в ноги Ничего не скажешь Очень хороший техничный подкат Опять наш идут вперед Опасное положение Нужно обводить и бить Ну Эх Доли секунды Какой-то доли секунды не хватило Доли секунды не хватило Доли секунды не хватило Герберт Герберт Скажи, пусть нажмут Хорошо Мяч получает рамки Он идет один Вперед, удар Мяч снова оказывается в рамке Еще удар Мяч задевает за спину нашего защитника Гол Гол Ворота Зари Забил Карл Ранка Номер три Ну вот Съели Ты что, хурел? Ну, это же явная грубость Вот где рамки начинает проявлять себя Пусть передадут Колесову, чтобы успокоился Пусть передадут Колесову, чтобы успокоиться Трудно пробиться через этот тройной замок Бергера Удар Колесова, гол Вот эта комбинация Великолепно Анатолий Стародуб увидел свободного Колесова Посыл мяча направо Удар Два Два С подачи Анатолия Стародуба Гол в ворота Рифов Забил Вячеслав Колесов Номер восемь Забил Вячеслав Колесов Не мога увидеть? Иси! Ну за что? Ребята, успокойтесь Вы не правы, господин судья Судья удаляет Колесова с поля Да ну это! Опять весь план играет, чёрт пошёл. Команда Заря осталась на поле в десятером. Браво, ты артист. А теперь присмотри за девяткой. Команда Заря снова идёт вперёд. Отличная контратака. Нет, снова мяч ушёл к центру поля. Он укрутили на передаче налево. Ну, кто же будет бить? Вратарь гостей разыгрался. Смотрите, как чётко сыграл. С ничейным результатом будет дано дополнительное время. Два тайма по пятнадцать минут. Ты, ты соображаешь, что ты натворил? Всё эксперименты? Да? Я вам покажу, как перед самым, понимаешь, ответственным матчем заниматься педагогикой. Нужен выигрыш. Понимаешь, выигрыш. Ведь вся страна за вас болеет. Где же ваша спортивная честь? Страна честь. За своё место болеешь? Из-за тебя колесо горим. Спокойно, спокойно, ребята. Сейчас будет ещё труднее. Но надолго их не хватит. То ли простерегись. За тобой начинают охотиться. Грубостью на грубость не отвечать. Минуточку внимания. Тридцать дополнительных минут. Два-два. Да, теперь играть будет трудно. Мячу крутили. Хорошо вывел страду. Ну, бей, бей! Мимо. Такое упустили. Вот уж возил. И мяч, бац, в самую лужу. А их не шестой номер прямо по воротам. Эх, молодец, Стогов взял. Отдал Квасницкому. Тот повёл, повёл. Давай, Геннадий. Ему Шмидт подкат сделал. Ну и сам дад лужу. А вот Квасницкий выбрасывается. Тут раздольствие. Эх, мазила. А мяч уже ихний. Пятый номер по воротам бьёт. Стогов отбивает по рукам. Удар. Мимо. Загольник мяч кидает. Стогов его в поле. Вот это номер. Судя присел на травку отдохнуть. Вот это да. А туча-то, кажется, проходит стороной. Вот там стороной подкрылся. Переходит на левый фланг. Удар. Штанга. Ещё удар. Опять штанга. До конца матча остаётся пятнадцать минут. Только пятнадцать минут. Вперёд врывается лейстер. Полузащитник. Обыгрывает ударя ворота. Пустые. Рука. Самое страшное наказание в футболе. Одиннадцатиметровый удар без защиты. Пенальти. И все боятся бить. Все понимают ответственность. Ведь этот удар может решить судьбу кубка. Дикс! Что ты взвинулся с места? Этого же нельзя делать. Ведь правила футбола гласят, что вратарь не имеет права двигаться с места до удара. Понятно. Ребят, кончайте. Всё, всё. Пусть бьёт, пусть. Да, одиннадцатиметровый удар будет перебиваться. Таков закон футбола. Удар. Гол. Гол с одиннадцатиметрового удара забил Сейс Дикс. Номер девять. Молодец, Крутилин. И снова Заря идёт вперёд. Только вперёд. Эй, друг, как там? Очень хороший праздник. Опасное положение. Передача направо. Рамки на месте. Отбивает атаку. Удар. Эх, задержался. Надо было бить. Снова рифы пошли в атаку. Передача направо с Экерсу. Удар издали. Риф. Гол. Опять рифы ушли вперёд. Гол в ворота за риф забил Мартин Сеганес. Номер одиннадцать. Кубок-то, кажется, чучу-чучу. А чё ж я, дурак, за них болею, а? Ну, не надо отчаиваться. Время ещё есть. Что такое? Что такое, Толя? Подвернул ногу. Толя, играть-то сможешь? Проняй, Лёй. Осторожно. Этого ещё не хватало. Куда, бабуся? Внука у меня зашибли. Пустите. Нельзя. Не положим. Сергей. Разрешите? Осталось восемь минут. Пойдёшь на правый край. За двоих. Иди. Ах, Таманцев, Таманцев. Ей-богу, надо ставить вопрос. Хватит, Макар Васильевич. Малькова отстранили правильно. А Стародуба надо было давно в основной состав. И перестаньте дёргать Таманцева. В команде Зари появился Сергей Таманцев. Великолепный футболист. Смотрите, Серёжа. Так, чёрт возьми, действительно он? Таманцев бьёт издали. Пш. Мяч уходит на угловой. Остаются считанные минуты. Таманцев бьёт. Тьфу ты, ну зачем же головой? Точно. Неужели нельзя иначе? Тьфу. Вся команда гостей приезжает к обороне. Кто в атаку их горят? Вперёд, вперёд и только вперёд. Остаётся совсем немного времени. Что такое? Ну и про хвост. Таманцева сбивают. Нет. И опять рамки. Последнее замечание. Последнее предупреждение рамки. А можно было бы и удалить с поля. Игорь Михайлович, что с ногой? Нога в порядке. Болевой шок. Володя, скорость, скорость прибавьте. Как тебе нравится это соотношение? Три-четыре, девять-одиннадцать. И шесть. Чего? Я говорю, осталось шесть минут. Ну что, Серёжа, сможешь? Ну, пять минут хватит. Иди. Это нос! Эй! Сергей Таманцев снова на поле. У нас любят этого талантливого футболиста. Это очень, конечно, приятно, что Серёжа вернулся на площадку. Но счёт-то 4-3, впереди рифы. Опасно это было, очень опасно. Я понимаю, что обстановка накалена. Остаётся играть совсем немного. Рифы впереди. Но всё-таки нужно держать себя в руках. Штрафной удар. Кто же будет бить? Раздольский подходит к мячу. Раздольский бьёт мяч у Крутилина. Передача Таманцеву. Нужно бить. Нет, атака отбита. Рамки посылает мяч на нашу половину поля. Да. Прощай, кубок. Мяч задевает ногу защитника. Уходит на угловой. Зря Сергея Таманцева с самого начала не поставили. Глубо проиграли. А ведь начали хорошо. Да. Шмидт подаёт. Не торопится. Время сейчас играет на команду рифы. Гол ворота команды рифы забил Сергей Таманцев номер 12. Его отец-карасторон такой же забил. Хитёр, старик Таманцев. Приберёк Сергея Пацанова. Да, я не думаю, что найдётся ли на земном шаре вратарь, который мог бы отразить этот удар Сергея Таманцева. 4-4. Рифы начинают игру с центра поля. Мяч переходит к нашим. Полторы минуты до конца встречи. Мяч снова Таманцева. Удар поворотом. Мяч задевает чью-то ногу и уходит за лицевую линию. Угловой удар-ворот команды рифы. Чего время тянешь? На счётчик нагоняешь. Последняя минута матча. Последняя минута. И угловой удар. Вот сюда прибежали наши защитники в штрафную площадку. И вся команда рифы в обороне. Все здесь, все в штрафной площади. Таманцев разбегается. Свисток. Финальная встреча на Кубок Северных морей между командами рифы Нордгаффен, Заря Ленинград закончилась в ничью. 4-4. В связи с ничейным окончанием матча повторная встреча состоится на нейтральном поле в Гамбурге. Ты извини меня, бать. Досталось тебе. Порядок. Всё правильно. Сегодня у моих молодых коллег большой день. Группа дипломантов нашего института Евгения Николаевна Струмилина, Станислав Александрович Новицкий, Матвей Борисович Бурчик, Сергей Андреевич Томанцев, который, к сожалению, отсутствует, полностью завершила весь комплекс работ по батискану. Великолепно. Молодцы. И мне от души хочется поздравить. Друзья мои, сейчас только что наши в Гамбурге забили гол. Что-что? Простите меня, я не могу. И какой гол? Редкий по красоте. А вы куда? Тут телевизор. Что вы сказали? Телевизор? Телевизор. Извините, профессор. Очевидно, придется сделать небольшой перерыв. Позвольте. Марсанцев. Великолепной футбольной комбинации. Он переместился вправо, потом увидел свободного Таманцева. Кажется, весь мир сошел с ума. Стародулу и тот в прыжке головой поставил мяч в сетку ворот. Какая была комбинация и как была завершена. Впрочем, посмотрите сами. Ленинградская «Заря» повела в счете 2-1. Но успокаиваться рано. Рано успокаиваться, ребята. Впереди еще 45 минут напряженной борьбы с сильнейшим соперником. А пока, пока 2-1. Команды уходят на отдых. Отдохните и вы, товарищи.